Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Привет, сахалинцы! На календаре 9 января, а на ваших экранах первый в этом году выпуск «Солнечного утра». Меня зовут Ева Чучешвили. Поехали! Маленькая вселенная в каждом доме. Узнаем, какие привычки создают хаос в квартире. Слишком многолюдно. КПТ-терапевт объяснит, откуда появляется страх открытых пространств. Бодрее, еще бодрее. Разомнемся с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. 9 января – день, который хранит в себе богатейшую палитру событий и традиций. Вместе мы заглянем в прошлое и с головой окунемся в мир исторических открытий, познавательных фактов и, конечно же, таинственных примет и прогнозов. В эфире рубрика «Народный календарь». 9 января в мире отмечают Международный день хореографа. Дата посвящена всем, кто связал жизнь с искусством танца. Термин «хореография» пришел из Древней Греции. Буквально он означает «запись пляски». Сегодня это совокупность танца и балета. Хореограф выступает в роли преподавателя и тренера. 9 января 1769 года в России впервые вели бумажные деньги. Сделала это императрица Екатерина II. Она подписала манифест о выпуске ассигнации номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. До прихода к власти Екатерины Великой в стране ходили медные монеты. Их количество стало настолько велико, что ими просто перестали пользоваться. К примеру, чтобы перевезти тысячу рублей, требовалось как минимум две телеги. В этот день в Руси мужчины не ходили на охоту. Бытовало поверье, что к нарушившему запрет пристанут несчастье. Женщины не рукодельничали, считали, что в противном случае потеряют воспоминания. По поведению ворон 9 января древние славяне предсказывали погоду. К примеру, если птицы сидели на верхушках деревьев, значит ударят морозы. Если же больше времени проводят на Земле, придет тепло. По расчетам астрологов, серия ретроградности не завершена. Это значит, для деловых проектов еще не время. В первую рабочую неделю года нежелательно форсировать события, подписывать документы или совершать сделки. В романтической сфере усердствовать тоже не стоит. Звезды говорят, что пока вы не разберетесь со своими чувствами, ваша личная жизнь не улучшится. Пожалуй, самой распиаренной фобией по праву считается клаустрофобия. О ней написано много книг, снято куча художественных и документальных фильмов. Но не менее распространена ее прямая противоположность – страх открытых пространств. О расстройстве расскажет наш постоянный эксперт, КПТ-терапевт Никита Лукашев. Агорофобию принято считать страхом открытых пространств традиционно. Но в наше время это понятие очень расширилось. В общем и целом это ситуации, которые находятся вне зоны комфорта человека, в которых он испытывает страх, тревогу. Например, при передвижении через широкие площади, при посещении каких-то больших торговых центров, супербольших, при скоплении людей. То есть в общественном транспорте ему сложно передвигаться. В общем и целом это такие ситуации, где человек может, так скажем, ему может стать по каким-то причинам плохо, и он еще боится, что на него все будут смотреть, либо что он не сможет быстро оттуда как-то выбраться. Человек в таких ситуациях чувствует себя уязвимым, беспомощным, и что он не умеет справляться с какими-то такими моментами, что вдруг плохо станет, что я буду делать, все будут смотреть. Вот это примерно об этом. Агорофобия часто сопровождает тревожные расстройства, такие как генерализированное тревожное расстройство, тревожно-фобическое расстройство, паническое расстройство. Нередко агорофобию сопровождают панические атаки. То есть это вот такие ситуации, когда человек, допустим, приходит к парикмахеру, надо сидеть, уйти нельзя. Ну как бы можно, но тебя не так поймут просто. И он может себя довести мысленно до панической атаки даже. Причин агорофобии несколько. Одна из таких главных – это, как говорится, всем мы родом из детства. И когда ребенок растет, вот если у него так образ себя сформировался такой, что я какой-то беспомощный, уязвимый и образ мира как не совсем безопасный, тогда в последующем это может привести и к тревожным расстройствам, и к агорофобии. У меня было тревожно-фобическое расстройство с паническими атаками, и плюс к этому была агорофобия. И в запущенных случаях она может доходить до того, что человек может не выходить из дома несколько месяцев. Я, допустим, около трех месяцев, помню, из дома не выходил, просто потому что я боялся, что я выйду, и мне на улице плохо стоит. Но агорофобия – такая штука, человек может даже дома уже начать себя некомфортно чувствовать. То есть в общем и целом эта история довольно неприятная. И симптомы, они очень похожи с тревогой. Это и повышение давления, это учащение сердечного ритма, это озноб, приливы жара, когда человек в жар бросает. Это и потоотделение обидное. Что можно делать в таких случаях? Как-то на передаче я рассказывал о такой технике иерархии страхов. Она очень хорошо подойдет при работе с агорофобией. То есть мы выстраиваем некую лесенку от менее пугающих ситуаций к более пугающим, и начинаем с ними постепенно сталкиваться и получать опыт безопасности. То есть мы проверяем свои собственные гипотезы о том, что случится что-то плохое, и мы не сможем с этим справиться. Идем, сталкиваемся и переходим к следующим ситуациям. Но обязательно нужно именно идти, проходить через этот дискомфорт, потому что не проходя через дискомфорт, мы не сможем получить опыт того, что эти ситуации действительно безопасны, что нам ничего по большому счету не угрожает. И тогда эта фобия может начать отступать. Но рекомендация, конечно, остается прежней. Если сам человек не справляется, имеет смысл обратиться к психологу, к когнитивно-проведическому, который работает в когнитивно-проведическом подходе. Этот подход очень хорошо, давно уже доказал свою эффективность в работе и с тревожными расстройствами, и с фобиями, и с многими другими проблемами. Несколько слов, которые вместе означают что-то одно, а порознь – другое. Я говорю о фразеологизмах. Их нужно воспринимать исключительно в переносном смысле. Например, «жить на птичьих правах», «сидит в печенке», «бить баклуши». В происхождении подобных выражений разбирается моя коллега Василиса Долгушина. Основатель буддизма Гуатама Будда как-то сказал, что толку в красноречии человека, если он не следует своим словам. Мотайте на ус. Разговоры в пользу бедных. Так говорят о пустых, бесполезных рассуждениях, действиях, поступках, ни на что не влияющих, ничем никому не помогающих. Автор этой фразы неизвестен. Считается, что возникло словосочетание до Октябрьской революции. В те времена благотворительные акции в пользу бедных, больных, раненых, солдат-погорельцев, голодающих, сирот и инвалидов были частым явлением. И на таких мероприятиях, как правило, звучали пышные, слащавые речи, которые чаще всего не приносили пользы обездоленным. Употребляйте это выражение к месту. Ведь, как сказал Бенджамин Франклин, лучше красиво делать, чем красиво говорить. Каждый месяц сахалинский блогер Яков Маскаев вызывает ностальгию по островам конца прошлого века. На очереди у него обзор 1999 года. Всем привет! Мы продолжаем наш скромный, ненаучный видеоблог о современной истории развития Сахалина, о фактах и событиях, определивших жизнь сахалинцев здесь и сейчас. На очереди 1999 год. Начнем! После почти десятилетнего спада и перманентного финансового кризиса в 1999 году начинается рост показателей развития экономики Сахалинской области. Промышленный рост на Сахалине и Курилах составил 9,3%. В 1999 году Сахалинская область привлекла значительные инвестиции в экономику за счет иностранных компаний. За этот год в область было вложено более 1 миллиарда долларов. Для сравнения, в 1998 году иностранные инвестиции в Сахалинскую область составляли 136 миллионов долларов. Островной регион оказался на втором месте после Москвы по уровню иностранных инвестиций. Почти 99% всех инвестиций были вложены в проекты по освоению нефтегазовых месторождений Сахалинского шельфа. В 1999 году начинается новая эра в нефтедобыче на Сахалине. 5 июля на платформе Малекпак, первой в России морской производственно-добывающей платформе ледового класса, была получена первая нефть. Платформа была установлена на Астовской площади Пельтун-Астовского месторождения в Охотском море в сентябре 1998 года в 16 километрах от побережья. Глубина моря в месте установки составляет 30 метров. В первое время уровень суточной добычи нефти составлял 683 тонны, а уже в 2000 году добыча возросла до 12 300 тонн в сутки. На начальных этапах добычи попутный газ закачивался обратно, в пласты, до тех пор, пока не были готовы технические сооружения для его транспортировки. Шампанское в этот день не пили, на платформе запрещено. Праздновали в конце июля. Пышно. На 1 марта 1999 года задолженность потребителей электро- и теплоэнергии составляла 989 миллионов рублей. Из-за отсутствия денежных средств на электростанциях области не были созданы эксплуатационные запасы угля и мазута. Остаток угля на электростанциях на 1 апреля 1999 года был на трое суток. Так, в Углегорске отключение электроэнергии достигали 18-20 часов в сутки. В Долинске остановили работу поликлиники санэпидемслужбы, школы. В Паранайске электроэнергию отключали через каждые 2 часа. В Тымовске отключение света насилий и вовсе хаотичный характер. В связи со сложившейся ситуацией, областная дума в очередной раз обращалась к президенту с просьбой выделить денежные средства для погашения долга организации в сумме 296 миллионов рублей. Направить компенсацию за разницу в тарифах в размере 32 миллионов рублей. Выделить Сахалинской области целевой трансферт в размере 443 миллионов рублей. А также депутаты областной думы выступали с предложением объявить в области чрезвычайное положение в связи со сложившимся энергетическим кризисом. В августе, в Южесахалинске, возникла вспышка холеры. Первыми носителями инфекции были два сахалинца, прилетевшие из Китая. Через несколько дней на Сахалине зарегистрировали еще 4 случая заражения холерой. В конце августа 1999 года с диагнозом холера, обезвоживающей 2-3 степени, была госпитализирована жительница Хомутова. Трех контактирующих с Сахалинкой людей также доставили в инфекционное отделение городской больницы. Двум из них врачи поставили диагноз холера средней тяжести. На следующий день после этого случая инфекцию обнаружили у еще одной Южесахалинки. Как выяснили специалисты, в 500 метрах выше по течению реки Хомутовки находились стоки отчистных сооружений одноименного военного городка. Подозаборные сооружения находились в плохом санитарно-техническом состоянии, а жилые дома затопило сточными водами. В сентябре 1999 года в областном центре заразилось холерой 14 человек, а 26 сахалинцев являлись носителями вируса. И вновь причиной распространения инфекции специалисты назвали ненадлежащие санитарные условия в военном городке. В связи с этим было принято решение очистить подвальные помещения жилых домов и продезинфицировать реку Хомутовку. 1 февраля 1999 года создан Южно-Сахалинский камерный оркестр. Ансамбль создан заслуженным работником культуры Сахалинской области скрипачом Александром Зарожаевым. За свою многолетнюю деятельность коллектив проводил совместные концерты с симфоническим оркестром Мариинского театра, с симфоническими оркестрами Японии и Кореи. В 2019 году оркестр был приглашен на галоконцерт престижного фестиваля режиссера Эмира Кустурицы в Сербии. В 2016 году художественный руководитель и главный дирижер оркестра Тигран Ахназарян. В 2023 году оркестр был переименован в симфонический. 18 ноября 1999 года в эксплуатацию введена Ноглинская газотурбинная электростанция. Станция построена с целью частичного замещения мощности электростанции Сахалинской энергосистемы, покрытия существующего дефицита мощности и снятия ограничения потребления в период осенне-зимних максимальных нагрузок. Станция использует природный газ и состоит из четырех газотурбинных генераторов, общей установленной мощностью 48 мегаватт. Ежегодная выработка электроэнергии составляет от 200 до 220 миллионов киловатт в час. Ногликский же район потребляет электроэнергии около 190 миллионов киловатт в час, а остальная электроэнергия поступает в энергосистему Сахалинской области. Станция планируется к выводу из эксплуатации после строительства в Ногликах новой газотурбинной электростанции мощностью 67,5 мегаватт, запланированного на 2025 год. В 1999 году здание Сахалинского областного художественного музея было объявлено памятником истории и культуры Сахалинской области. Музей был основан в 1983 году, а в 1986 году музей получил в оперативное управление здание, которое было построено в 1930 году для отделения японского колониального банка Токусёку. Здание построено в стиле позднего модерна. Архитектор неизвестен. В музее действуют постоянные экспозиции, христианское искусство, современное искусство Кореи, русское искусство 19-20 веков. Сотрудники музея занимаются научно-исследовательской деятельностью. Издано более 150 научных статей, каталогов, монографий. В 2007 году Сахалинский художественный музей был номинирован независимой комиссией на премию РИА Новости и звание Музея Года России и разделил с музеем истории Санкт-Петербурга 5 место. В настоящее время коллекция музея насчитывает более 16 тысяч единиц хранения. Это единственный художественный музей на Сахалине. В июле 99-го года заместитель председателя правительства Николай Аксененко совершил поездку по Дальнему Востоку. В ходе той поездки первый вице-премьер, занимавший по совместительству должность министра путей сообщения, выступил с проектом строительства тоннеля под Татарским проливом, который должен был связать Сахалин с материком с железнодорожным сообщением. По мысли Аксененко, тоннельный материк – это первый этап. Вторым этапом он планировал построить железнодорожный тоннель между Сахалином и Хоккайдо. А весь этот проект должен был привести к созданию непрерывного железнодорожного пути из Японии в Западную Европу. Тогда правительство утвердило федеральную целевую программу модернизации транспортной системы России в 2002-2010 годы. Она предусматривала строительство железнодорожной линии, соединяющей Сахалин с материком длиной 507 километров. Но в 2006 году этот пункт был исключен из программы. Концепция создания тоннеля либо моста с Сахалина на материк существует аж с 19 века. Это были самые важные и волнующие события, произошедшие на Сахалине в 1999 году. На наш субъективный взгляд, так это или нет, решать, конечно же, вам. Обратная связь под видео. Увидимся! Суровая правда жизни в том, что Вселенная – это хаос. Как вы можете навести порядок дома или в своей жизни, если это противоречит природе Вселенной? Так сказал физик Адам Франк. Узнаем, какие привычки создают бардак в нашем жилище. Квитанцы, листовки, буклеты, письма, открытки, купоны нередко становятся предметами интерьера. Особенно в прихожих, если там есть столик, полка или пуфик. Кто-то разбирает завалы сразу, другие оставляют по всей квартире и обещают себе выбросить бесполезную макулатуру как-нибудь потом. Приучите себя складывать бумаги в одном месте или поставьте мусорное ведро туда, где обычно оставляете рекламу, флайеры и другой бумажный спам. Так вы точно будете своевременно от него избавляться. Один из классических методов уборки – в любой непонятной ситуации просто сгружай вещи в шкаф. Но такая привычка не поможет организовать порядок. Если заметили за собой такой грешок, попробуйте другой подход. Заполните шкаф удобными органайзерами. С этой системой хранения у вас не получится забить полки всем, что попадется под руку. Придется выбирать подходящее отделение. Поверьте, со временем процесс такой уборки станет приносить радость. После тяжелого дня многим лень аккуратно развешивать вещи по плечикам и убирать в ящике. Именно поэтому мы оставляем одежду на стуле или в кресле. Чтобы решить эту проблему, купите корзину для белья с крышкой и поставьте ее в удобное место. Если вы чаще бросаете на кресло одежду, которую собираетесь надеть еще раз, положите несколько вешалок в тех местах, где обычно переодеваетесь. Когда под рукой есть необходимый предмет, поддерживать порядок гораздо легче. Любовь к шоппингу – еще одна причина отсутствия свободного места в квартире и многочасовых уборок. Запомните, то, что вы покупаете, должно занять место того, что у вас уже есть. Например, если вы приобрели новый свитер, значит, один из старых пора отдать на благотворительность. Такая полезная привычка поможет не захламлять пространство. Когда мы занимаемся спортом, будь это йога или фитнес, полностью меняется наш жизненный цикл. Но, как известно, Москва не сразу строилась, и все грандиозное начиналось с малого. Начните и вы с утренней зарядки. Немалой долей мотивации зарядит фитнес-тренер Екатерина Баландина. Доброе утро! Для того, чтобы ваш день начинался позитивно и продуктивно, его следует присыпать хорошей порцией физической активности. Я предлагаю сегодня выполнить небольшой комплекс на мобильность. Для выполнения данного комплекса вам понадобится небольшое пространство, и если есть фитнес-коврик, используйте его. Мы с вами встаем в позицию четырехугольника. Ладони находятся под плечами, колени изначально будут находиться под тазом. Макушкой потянитесь вперед, копчиком потянитесь назад. Мы со вдохом будем уводить таз назад, оставляя поясницу сначала нейтральной, то есть мы не прогибаемся и не округляем поясницу. Толкаем седаличные бугры в разные стороны. Чувствуем небольшое расширение в области таза. И с выдохом начинаем возвращаться в исходную позицию. На вдох толкаем таз назад, с выдохом возвращаемся к центру. Вдох, удерживаем поясницу в нейтрале, выдох, центр. Продолжая делать это движение, мы добавим с вами несколько мобильности, небольшой мобильности в область поясничного отдела. Мы будем с вами артикулировать поясницей. На вдох ведем таз назад, а с выдохом начинаем копчиком тянуться к полу, округляя поясницу и возвращаясь к центру уже через округленную поясницу. При этом ваши плечи не поднимаются к ушам, вы все время плечами стремитесь к тазу и удлиняете шею. На вдох ведем таз назад, поясницу удлиняем. С выдохом округляемся, подтягивая лобковую кость к носу. Вдох назад, выдох, центр. И у нас получается волна в области поясницы. Это упражнение очень хорошо разгружает поясничный отдел и активирует мышцы живота. Если вы чувствуете, что в течение дня ваша поясница начинает болеть, подмывать, то это упражнение отлично поможет вам снять напряжение с этого региона. Далее принимаем снова исходную позицию, вытягиваемся макушкой вперед, копчиком назад. Делаем с вами вдох. С выдохом приподнимаем колени, уводим одну ногу назад, вторую ногу назад. Позиция планки, но она будет промежуточная. Следите за тем, чтобы ваш таз не поднимался вверх, ну и, соответственно, не проваливался вниз. Дальше мы будем с вами выводить ногу вперед. Старайтесь удерживать колено над опорной стопой, в данном случае правой ноги, колено над пяткой. И проваливайтесь тазом вниз, оставляя заднюю стоящую ногу прямую, то есть не сгибайте колено. Подтягивайте коленную чашечку и стремитесь тазом к полу. Выталкивайте руками себя вверх, не проваливайтесь между лопаток и тянитесь макушкой всегда вперед, не закидывая голову. Возвращаем ногу, меняем. Каждый раз контролируйте положение таза и колена. Удерживайте позицию планки, стремитесь лобковой костью к носу. Выполняем восемь раз. Каждый раз стараемся тазом провалиться все глубже и глубже. Выполним еще два. Руками разрывайте коврик как будто бы на две части. Остаемся в позиции выпада и начинаем совершать небольшое покачивание вперед-назад. Это упражнение поможет разогнуть ваши тазобедренные суставы. В современном мире мы много проводим времени в позиции сидя и сгибатели бедра у нас укорачиваются. Таз начинает уходить в передний наклон, ягодичные мышцы ослабевают, осанка портится. Так вот это упражнение как раз помогает таз вернуть в естественное положение и включить ягодичные мышцы в работу и разгрузить поясничный отдел. Меняем ногу, также стремимся тазом вниз, подтягиваем коленную чашечку и совершаем небольшое покачивание вперед и назад. Всегда плечами стремитесь к тазу. Если у вас руки устают в процессе выполнения этого упражнения, вы можете остановиться, сделать небольшую паузу и затем продолжить. В таком покачивании остаемся до минуты. Прекрасно. Мы двигаемся дальше, снова меняем ногу и к этому движению мы теперь добавим ротацию в грудном отделе, мы добавим мобильность грудного отдела. Мы начинаем раскрываться, тянуться пальцами вверх, то есть наша задача от опорной руки раскрыться в ровную линию. Взгляд направляйте на ладонь. Возвращаем ладонь на пол, убираем ногу, меняем и совершаем то же самое движение с другой стороны. С выдохом раскрылись. Помним про коленную чашечку, про движение таза вниз. Вернулись. Этот комплекс не только направлен на мобильность, но и на улучшение силовых показателей. Вы это почувствуете. Здесь хорошо включаются руки в работу, пресс. Не забывайте дышать. И еще один раз. Опускаемся на колени, уводим таз назад, тянемся копчиком к пяткам, а макушкой вытягиваемся вперед, удлиняем позвоночник. Почувствуйте, как у вас растягиваются мышцы. И через круглую спину возвращаемся в исходную позицию. Вот такой, вроде бы, маленький комплекс взбодрит вас и подарит вашему телу легкость и мобильность на весь предстоящий день. Я желаю вам прекрасного настроения и отличного дня. Пока-пока. На сегодня у нас все. Этот и другие выпуски «Солнечного утра» можно увидеть на YouTube-канале Солнце ТВ. А я, Ева Чучешвили, прощаюсь с вами и желаю хорошего настроения на весь рабочий день. До встречи, сахалинцы! Новый, современный торгово-развлекательный центр «Аллея». Вас ждут лучшие магазины. «М-Видео», «Детский мир», «Симост», бренды одежды «Левайс», «Лайм», «Пифри», «Зарина» и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат», где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархутдинова, 3. Субтитры подогнал «Симон»